Звезды подходят друг к другу. Но как сделать так, чтобы эти двое подходили друг к другу? Только если они возьмут ответственность друг за друга, если они проявят чувство вовлеченности и вложат свои жизни друг в друга, тогда может случиться что-то замечательное. Если ваша жизнь состоит в том, чтобы разделить радость, которой вы являетесь, тогда все получится. Не важно, что говорят звезды. И разве не глупо, что кто-то третий, кого вы даже не знаете, скажет вам, будете ли вы жить счастливо со своим мужем или женой. Возьмите эту ответственность в свои руки. Не важно, за какого дурака вы выйдете замуж. Возьмите на себя ответственность за то, что вы будете жить хорошо. И только тогда вы будете жить хорошо. Если ваш приоритет — сделать так, чтобы эта жизнь развилась до высшей возможности, тогда вы должны быть осознанными. Мой вопрос касается брака и развода. Нет, нет, это две разные вещи. Вам необходимо понять институт брака. Один аспект состоит в том, чтобы принести некую красоту в обыкновенные базовые потребности, которые есть у каждого человека. Есть потребности физиологические, психологические, экономические, эмоциональные, социальные. Существуют самые разные потребности. Для того, чтобы их удовлетворить, мы создали институт под названием брак, в котором они могут быть удовлетворены адекватным образом. В противном случае, если бы все это происходило прямо на улицах, как и у других живых существ, это бы превратилось во что-то очень некрасивое для нас. Брак необходим, чтобы привнести некоторую организованность, эстетичность, стабильность, потому что союз мужчины и женщины естественным образом порождает новую жизнь. Природа человека такова, что из-за возможностей, которые в нем заложены, его дети наиболее беззащитны по сравнению с любым другим существом и нуждаются в большой поддержке. Можно оставить на улице щенка. Если у него будет еда, он вырастет без особых проблем и станет хорошей собакой. Но с человеком все не так. Он нуждается не только в физической заботе. Ему нужна разная поддержка. И прежде всего, стабильное окружение. Спорить о необходимости брака в обществе можно в 18 лет, потому что тело будет требовать свободы. В этом возрасте все задаются вопросом, действительно ли нам необходим брак? Почему мы не можем просто жить так, как нам хочется? Но когда вам было три года, вы чрезвычайно высоко ценили стабильный брак. Не так ли? Да или нет? Когда вам 45-50, вы полностью поддерживаете этот институт. Но в возрасте от 18 до 35 вы подвергаете сомнению весь процесс. Потому что когда доминирует физическое тело, оно начинает ставить под вопрос все институты. Это свобода, основанная на гормонах. Ваш ум оказывается под властью гормонов. И вы все начинаете ставить под вопрос. Я не говорю, что брак — это идеальное решение. Но если у вас альтернатива получше? Если у вас есть лучший вариант, тогда к черту брак. Но ничего лучшего вы не придумали, потому что для ребенка необходимо стабильное окружение. Когда вы заводите ребенка, вы начинаете 20-летний проект. Если ваши прихоти и желания могут меняться, если ваши эмоции могут меняться, тогда вам лучше не начинать подобных ситуаций. Брак не является чем-то обязательным в жизни. Вы говорили, что люди задумываются о том, жениться им или нет. Я этому рад, потому что это не является обязательным для всех. Но если уж вы поженились, и особенно если у вас появились дети, вы должны понимать, что хотите вы этого или нет, но этот проект займет у вас как минимум 20 лет. В противном случае не стоит и начинать. Вы же не начинаете какое-то дело, чтобы бросить его на полпути, не так ли? Выбор за вами, но сделать этот выбор осознанно. Вам не обязательно жениться только потому, что все женятся. Не стоит говорить о браке и разводе на одном дыхании, как будто одно следует за другим. Эта манера возникла в Америке. Думать о браке и разводе, как о дополняющих друг друга вещах. Но если уж так случилось, что между двумя людьми что-то пошло не так, и им необходимо расстаться, это в любом случае произойдет. Не стоит планировать это на этапе свадьбы. Почему вы говорите о браке и разводе на одном дыхании? Думать подобным образом — это преступление. Если вы способны видеть прекрасное, то только потому, что носите прекрасное, внутри себя мир подобен зеркалу, в котором каждый видит свое собственное отражение. Как справиться с серьезными проблемами в моей жизни? В вашей жизни нет серьезных проблем. О каких серьезных проблемах вы говорите? Просто какую работу выбрать, на какой девушке жениться, куда поехать в отпуск, жениться или нет. Все в таком духе. Это не назовешь серьезными проблемами. В вашей жизни это просто что-то незначительное. О, разве это мелочь — выбрать себе жену? Я не говорю, что это мелочь. Но как проблема? Это маленькая проблема. Несущественная проблема. Как последствия вашей жизни, да, это имеет большое значение. Но люди делали это на протяжении миллионов лет. Какую бы работу мы ни выбрали, на ком бы мы ни женились, главное то, как мы это воспринимаем. Каждое переживание в жизни вы можете превратить в опыт, обогащающий вашу жизнь. Каждое переживание в жизни вы можете превратить в проклятие. В вашей работе нет ничего плохого, какой бы работой вы ни занимались. Нет ничего плохого в том, чтобы получить работу или потерять ее. Нет ничего плохого в том, чтобы жениться. нет ничего плохого в том, чтобы развестись, нет ничего плохого в том, чтобы оставаться холостым. Ни в чем нет ничего плохого, ни в чем нет ничего плохого, но вы превращаете это в страдание, и это плохо. Если вы делаете одно, то превращаете это в страдание, делаете что-то другое, тоже превращаете это в страдание. Вот в чем ваша проблема. Вот вы женились, это плохо? Дело не в этом. В этом нет ничего плохого. Вы не женились, это плохо? Нет, ничего плохого в этом нет. Просто вы все превращаете в страдания. Вот что плохо. Займитесь одной только этой проблемой, и все остальные проблемы исчезнут. Вот что мы рассматриваем. Как не превращать все в страдания? Если вы позаботитесь только об этом, то будет решено вообще все. Если вы знаете, как идти по этому миру с радостью, через брак, развод, целебат или что угодно. Если вы знаете, как пройти через все это с радостью, то в чем проблема? Все, что вы делаете, будет прекрасным. Если вы даже не знаете, как быть счастливым, не ставьте перед собой цель достичь просветления. Вы очень далеки от этого. Счастье — это не просто состояние ума. Счастье определяет качество вашей жизни. Разве счастье — это такая мелочь? Если вы способны жить в этом мире радостно, тогда вы можете говорить о том, чтобы отправиться за пределы. Если вы даже не можете радостно жить в этом мире, то не стоит говорить о том, что за пределами. Это просто невозможно. Человек, который постоянно создает внутри себя конфликты, как он справится с ограничениями жизни, как он преодолеет их — это исключено. Об этом не может быть и речи. Поэтому первым делом нужно начать работать над тем, чтобы стать счастливым человеком. Если это произойдет, то все остальное станет очень простым. Потому что если вашему счастью ничто не угрожает, вы сможете делать все, что потребуется. Сейчас вы не можете делать то, что требуется, потому что ваше счастье всегда под угрозой. Вы думаете о том, как поступить правильно. В вашей жизни не существует ничего правильного. В вашей жизни не существует ничего неправильного. Если вы знаете, как не превращать все, что делаете, в страдания, то все, что вы делаете, правильно. Если вы превращаете все, что делаете, в страдания, то все, что вы делаете, неправильно. Как не превращать все в страдания? Это единственная проблема, с которой вам нужно разобраться. Все остальное — это мелочи. Какое не имеет значения? Если вы способны видеть прекрасное, то только потому, что носите прекрасное. Внутри себя мир подобен зеркалу, в котором каждый видит свое собственное отражение. Вы должны четко понять, в какой мере ваша жизнь определяется внешними событиями, а в какой мере вашей психологической структурой. Вы должны провести четкую грань. Сейчас мы сидим здесь, что происходит вокруг, а что я создаю внутри себя. Если провести четкую границу между тем, что происходит в вашем уме, и тем, что происходит вокруг, это будут две разные вещи, не так ли? Есть происходящее вокруг, и есть ваша реакция на это, но вы думаете, что это одно и то же. Например, кто-то назовет вас дураком. Допустим, я. То, что происходит внутри вас, в ваших рук дело. Слово «дурак» исходит от меня. Но все то, что происходит внутри вас, это ваше, не так ли? Да или нет? Потому что слово «дурак» не приносит никакого вреда. Это не пуля. Все зависит только от того, как вы отвечаете или реагируете. Вы должны провести эту черту в своей жизни. Что мое, что делаю я, и что мир делает со мной. Тогда вы увидите, что мир едва ли тревожит вас. Он вообще очень редко вами интересуется. Большинство ситуаций в ваших рук дело, но вы думаете, что все происходит с вами извне. То по сравнению с моим вкладом в эту свалку, которой я являюсь, вклад мира очень мал. Поверьте мне. Очень мал. Все остальное вы создаете сами. Если вы позаботитесь обо всем, что создаете сами, ваша жизнь преобразится на 98%. Все очень просто. Но люди не проводят эту границу. Они мечутся туда-сюда. Стоит произойти любой мелочи, и внутри вас она отзовется миллионам откликов. Не так ли? Химический суп вашего тела реагирует на каждую мелочь. Тело отвечает на каждую мысль, идею, эмоцию, реверберацию, которую вы создаете. Будет ли это замечательный или паршивый суп? Зависит от того, как много внимания вы уделите его приготовлению. Не так ли? Понимая, что это ваших рук дело, вы позаботитесь о том, чтобы сделать все таким, как вы хотите. Если вы не понимаете, что суп варите вы, тогда то, что у вас внутри, будет происходить бесконтрольно, по воле случая. Субтитры создавал DimaTorzok